Русские войны Накануне праздника Великой Победы в городском краеведческом музее состоялась встреча работниц военных госпиталей города Меликеса, активистов поискового отряда школы номер два и школьников города. Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал, мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны. Дорогие наши гости, ребята, мне очень приятно видеть вас в здании нашего городского краеведческого музея. Каждый год по традиции мы в канун 9 мая проводим экскурсии, организуем встречи с нашими меликесцами-земляками, которые в годы войны сражались за Родину, которые в годы войны трудились и приближали своими трудовыми подвигами час Победы. У нас в городе было развернуто три знака госпиталя, и все они размещались в нашем городе на 1600 поев. Один из них, госпиталь 3273, вот одна единственная фотография экспонируется по этому госпиталю у нас в музее. На фотографии вы видите медицинских работников во главе с Кузнецовой Лидией Никитичной, начальником этого госпиталя. Расположен он был в здании клуба льнокомбината по улице Уйбышевая. Открыт он был, действовал с 1942 года по 1945 год. Еще один госпиталь 1701. И вы, конечно же, ребята, узнали здание нашего городского краеведческого музея. Не случайно, потому что этот госпиталь располагался в здании нашего музея, в здании санэпидемстанции, сейчас знаете, да, неподалеку с нашим музеем, и СПТУ-20, прежде это школа механизации. В этих трех зданиях располагался, я как госпиталь, подчеркиваю, 1701. И еще один, 1652. Я оставила его, вот, как вы видите, в самом конце о нем говорю. Почему? Потому что этот госпиталь 1652 действовал в нашем городе с самых первых дней начала войны. Мы проделали огромную работу, чтобы найти конкретный материал по этому госпиталю. И в этом неоценимую помощь нам оказала Мария Семеновна Брундяева. Работа, конечно, была без переливов, без выходных, без отпусков, все четыре года. Вот. Были безотказаны. И война, война это эпидемия травм. Если мы знаем эпидемию гриппа, эпидемию полимелита, то война это эпидемия травм. Травм были разные. Огнестрельные, пулевые, раны рваные, обожженные, обмороженные. Очень тяжело вспоминать о войне. Но все-таки нам нужно помнить об этом. И хорошо, что есть люди, которые пытаются сделать все возможное, чтобы оставить память будущим поколениям. И можно сейчас поклониться не только тем людям, которые сидят здесь, но и тем молодым людям. Нашему поколению и нашему будущему поколению, которые поисковому отряду из второй школы, который возглавил, я сказала, вот уже неделькин Анатолий Иванович. Я, конечно, очень рад сегодня встрече с работниками госпиталя, чего лично нам, поисковому отряду, и лично мне, допустим, не удалось это сделать во время той работы, которую мы проводили в честь 50-летия Победы. Целью нашей местной группы являлась следующая. На 30-летие Победы в 1975 году было произведено перезахоронение якобы, перезахоронение останков солдат, умерших от ран в госпиталях нашего города, вот из кладбища, которое находится рядом со вторым залом, вот на Тиенской кладбище. И это первая цель, надо, первая цель нашей работы, проверить, точно ли было произведено перезахоронение. И вторая цель, это установить списки солдат, умерших от ран, и уточнить их, эти списки. Соответственно, нами была сделана большая работа, вот девчонки со мной, которые здесь сидят, они работали вместе со мной в архивах, мы делали запросы в архив Министерства обороны города Подольска, в архивы нашего ЗАГСа, в архивы МВД Ульяновской области, в архивы КГБ Ульяновской области, и мы оттуда получили вот этот список, который я держу сейчас в руках, в список всех солдат, умерших от ран в госпиталях нашего города, в количестве 252 человек. Этот список мы, соответственно, подарим нашему правительственному музею, так как у них есть экспозиция, посвященная как раз в этой деятельности госпиталей. Вот, и что же нами было сделано? Мы, конечно же, вот я еще раз повторяю, что установили список, уточнили, через Боровый инкомат и через архив Министерства обороны. Так, установили, что никакого пересохранения не было, что это было чисто символически, и, соответственно, мы пришли к выводу, что надо вообще-то восстановить справедливость по отношению к тем солдатам, которые лежат на кладбище вот возле автовокзала. И результатом нашей работы стало то, что мы буквально за две недели установили обелиск, вот я держу в руках, вот эту фотографию. Соответственно, этот обелиск был построен за нами за две недели. Большую помощь нам оказала в этом мэрия, сам мэр города Паршин, который выделил нам средства. И я хотел бы особо отметить, где-то, директора ПТП Мишова Александра Петровича, который нам давал автобусы для того, чтобы детей возить на уборку кладбища, директора ДУСа Корочкина, я не знаю, где там, я работаю как-то по руководству, директора ДОЗа, директора ЖВИ, директора МСАУ-14, к кому лично мне пришлось обращаться, когда мы сделали вот этот обелиск. Вот, ну, я думаю, что на этом наша работа не закончится. Все дело в том, что на этом обелиске не указаны фамилии, потому что мы эти фамилии полностью уточнили уже потом, после открытия этого обелиска. Я думаю, что следующим шагом в работе нашего отряда будет установление мемориальных плит с надписью вот этих солдат, которые умерли в госпиталях нашего города. Мне кажется порою, что солдат С кровавых, не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли, когда А превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса Летит, летит по небу Клим устал Летит в тумане На исходе дня И в том строю Есть промежуток мало Быть может Это место для меня Настанет день Журавлиной стаи Я поплыву в такой же сизой мгле Из-под небес По птичьи окликаю Всех вас, кого оставил на земле Работа началась у нас очень, так скажем, неожиданно И повернулась вообще неожиданная русская Ко мне лично, допустим, подошла пожилая женщина У меня фамилия записана, я сейчас не помню На память Мне было 16 лет, когда я с мамой зимой видела, как на кладбище хоронили общую яму людей, завернутых в какой-то синий материал Что за люди, кто они такие Трупы отдирали друг от друга и сваливали в одну общую яму И вот тогда-то как раз зародилась идея выяснить, что это за люди После этого мы вышли как раз на несколько фамилий Вот они у нас здесь отмечены, ручка написана Придорков Иван Степанович Вот, мы на эти фамилии вышли, которые не значатся нигде Вот, оказывается, это как раз солдаты умерших от рана в госпиталях нашего города И вот тут как раз мы подключили в работу Егорова Инкомат Стали состыковывать списки, уточнять списки В результате вот мы получили вот этот итог этой работы Стали искать свидетелей, очевидцев, которые участвовали на похоронах Вот, солдат умерших от рана Для меня, конечно, когда я работал над этой темой Было очень много удивительного В отношении, допустим, местного руководства и местного населения В отношении памяти вот этих людей Во-первых, кладбище настолько было заброшенное Там, честно говоря, какой-то акт вандализма был совершен на этом кладбище Во-первых, во-вторых, я узнал, что некуда на этом кладбище существовал общественный планет Автовокзал До такого, честно говоря, вандализма я еще не сталкивался ни с кем и нигде Слава Богу, что это все-таки стало на свои места Потом, вот, перезахоронение, которое было на 30-летие, тоже носило чисто формальный характер И все-таки, я считаю, что мы все-таки сделали то большое дело Что восстановили справедливость по отношению к этим солдатам, которые умерли от рана А мне хотелось бы надеяться, что встречи краеведов патриотического направления Будут у нас проходить ежегодно в канун Дня Победы Давайте сделаем это традиционным праздником нашим Приходите и вы, приходите и вы, приходите все, кто, в общем-то, любит историю нашей Родины, нашего города Всем, кто дорога память об ушедших поколениях Но это не все Сейчас мы вам вручим небольшие подарки Подарок, небольшой такой паек Примите, пожалуйста Мы приподносим вот эти кассеты, чтобы вы фиксировали свою кривическую поисковую работу на пленку И потом, в общем-то, показали нам, чем вы занимаетесь Примите, пожалуйста, это вот на ваш... Коллектив Коллектив Да Так, и еще, значит, мы вручаем с буклетами, с нашими музейными Книгу Феликса Дмитриевича Касимова «История Меликеса и его окрестностей» Я хочу сказать, что вот мы подготовили такой вот фотоальбом Вот в этот фотоальбом, который будет храниться в музее в экспозиции, мы его оформим Мы поместим материалы, переданные поисковой группой А также те фотографии, те материалы, которые будут собраны по итогам сегодняшней встречи Девилась роща под горою А вместе с ней горел закол, Нас оставалось только трое. Из восемнадцати ребят, Как много их друзей хороших, Лежать осталось в темноте, У незнакомого поселка на безымянной высоте.